Так, ну вот, значит, здравствуйте еще раз. И мы сегодня продолжаем разговор о иерархии времен в системе. Мы вот в прошлый раз с вами разбирали диалему Тихонова, которая устанавливает условия, когда, условия, позволяющие упростить систему, чтобы свести ее к меньшему числу уравнений, в том случае, если имеется малый параметр при производной для некоторых риск перемен, для некоторых неуравнений и для некоторых перемен. Что это означает, что здесь малый параметр перед производной? Если вы его сюда переведете, то это значит, что здесь будет большая, большая величина перед вот этой функцией стоять. И это означает, что скорость изменения этих перемен значительно больше, чем скорость изменения других перемен. То есть это вот быстрые перемены. И говорят поэтому, что для быстрых перемен можно заменить дифференциальное уравнение алгебраически. Это вот такой очень мощный способ упрощения систем, которые используются в сервисе исключения при моделировании любых процессов. Он работает и для дифференциальных поравнений, и для дифференциальных поравнений частных производных. Ну и вообще вот такой разумный подход, и мы с вами в прошлый раз говорили, что уже без, так сказать, математического обоснования, как метод квазистационарной концентрации, он использован с уже давно химикой. Ну и вот, когда мы об этом с вами говорим, то мы, по сути дела, приступаем к такому понятию, которое сейчас очень сильно обсуждается, и у нас немного работ на эту тему. Когда речь идет о multi-scaled процессе. Что значит multi-scaled? Это значит модели процессов, и multi-scaled systems. Это означает системы, в которых присутствуют процессы разных временных диагнозонов и разных пространственных диагнозонов. Но если говорить о моделях биологических систем, то я вам показываю пример фотосинтеза, вы любой процесс возьмете, и сегодня, вот, если человек, некоторые из вас выступят и расскажет об этих процессах, всюду принимают участие процессы на разных уровнях. С одной стороны, любые процессы, в первую очередь, происходят в молекулярном уровне, и там они происходят очень быстро. А те явления, которые мы видим, ну, например, кто-то из вас будет рассказывать про сводьбу из крови, вот, там, вызывание дрома, например, эти процессы уже происходят на временном масштабе, там, минуты, например. По сравнению с молекулярными процессами, конечно, это очень быстро. И так и в любой, какой вы процесс не лазуете, в разные области, и вы как раз об этом расскажете. Но это дает очень большие сложности, представляет очень большие сложности, когда вы собираетесь моделировать эти процессы. Потому что при любой модели, когда вы строите компьютерную модель сложной системы, у вас есть какой-то шаг счета, да, шаг расчета. Если вы этот шаг берете в соответствующем самым быстрым процессам, какие-нибудь там миллисекунды, или вообще наносекунды, или фентосекунды, это шаг, который берется, или расчеты в молекулярном моделировании, то тогда, прежде всего, для того, чтобы дойти вам одно минут или часов тех процессов, которые мы не задаем глазами, вам нужно делать такие неумоверно колоссальные расчеты. Это невозможно. Но в то же время, если мы не рассматриваем эти самые процессы на микроурук, то тогда нам приходится строить такие модели, которые называются феноменологическими моделями. Значение параметров в этих моделях, оно имеет, конечно, какой-то смысл, биологический, физический смысл, но их не так просто понять их физический смысл. И вот, знаете, люди, которые занимаются моделированием, они очень хорошо понимают, что на самом деле, чем детальнее модель, тем проще идентифицировать параметры этой модели. Когда речь идет о модели, такой, как мы с вами смотрели, в альтера лодки и так далее, какой смысл этих коэффициентов, здесь очень трудно будет им передать физический смысл и оценить. Оценить можно, но это не будет соответствовать каким-то приличным законам природы, которые мы более или менее уверены. Вот, поэтому вот это вот, там, многомасштабно моделирование. Еще другая сложность. Я сейчас, как бы, говорю, все сломали, потому что на самом деле, если бы мы более подробно начали это изучать, то это все требует очень так глубоких и обширных знаний, и в области преподавательности, и в области тех процессов, которые мы изучали. Сейчас у нас нет возможности в это все углубляться, но я просто хотела, чтобы вы хотя бы об этом слышали, и потом, когда вам приятно, сталкиваться. Вы вспомните об этом. Очень большие, значит, вычислительные трудности. Если вы с помощью разного математического аппарата рассматриваете процессы на микрооргии, на моем сути, встает вопрос, сложный вопрос сопряжения этих моделей. Как сопряжать эти модели и в виде, там, алгоритмов, или программ, и, так сказать, на понятийном уровне. То есть это вот мультимасштабное моделирование, это сейчас очень такая разбитая, быстро развивающаяся подробная область, в которой много стоит нерешенных задач. И, как правило, очень часто эти задачи связаны со спецификой того объекта, который вы изучаете. Но много и общего для этих моделей из разных области знаков. Ну вот, такие вообще вещи я хотела вам сказать, а теперь я бы хотела, чтобы вы вот рассказали, показали свои процедуры, которые вы сделали. Значит, ну кто? Вот я правильно, может, я неправильно фамилию написал какую-нибудь, или еще что-нибудь? Вот здесь, посмотрите, в этом списке. Можно я первый? А вы первые вы... Я с астрофизикой. А с астрофизикой, вот знаете, смотрите, среди вот этого списка, всякие бывают такие тесты, спрашивают, что в этом списке, кто в этом списке лишний, да, вот вы оказались в этом списке в некотором смысле лишним. В каком смысле? Потому что всюду указаны объекты, которые изучаются, а астрофизика, это все-таки наука, да? Давайте мы променяем, променяем. Какой объект можно здесь... Я не совсем объект, и я хотел бы сперва рассказать о вообще том, то, ну, о масштабах времени, даже вот наглядных представлений, есть отличные методы, как бы, осознать, насколько может быть время маленькими промежутками, или большими. Ну давай. И также упомянуть о как раз вот этих промежутках астрофизики. Ну давай. Просто я концертный метод не сочетал. Хорошо, давайте. Вот у нас Вселенная... Вы еще это показываете, или будете просто рассказывать? Я просто рассказываю, да? Хорошо. Умеет достаточно большой возраст, как мы сами знаем, 15 миллиардов лет. Это весьма ощутимо для нас так, по времени. И в то же время мы рассматриваем явления, которые являются очень короткими. То есть вот, например, сегодня лазерные, да? Темтосекундные лазерные. Это вот такие маленькие промежутки времени. И, соответственно, нужно как-то понять, насколько мы действительно или мы можем осознать это время. Ну, то есть, наглядно представьте. Давайте сравним, как бы, вот промежутки времени. Есть у нас одна секунда, да? За это время свет, который вообще очень быстро движется, преодолевает, вот, может преодолеть расстояние, равное длине экватора Земли 7 раз. Отлично. Какое-то, как бы, начало нам дадло. Дальше. Мы можем углубляться вниз, как бы, в маленькие промежутки времени и в большие. Соответственно, есть планковская система величин, в ней очень маленькие промежутки, допустим, времени, это минус 44 длина секунды, доля секунды, 10 минус 44. Это, конечно, недостижимое время. В эксперименте мы наблюдаем значительно-значительно большее время, но, как бы, минимальная величина, в общем-то, тоже физикой дана. В этом плане... А чем определяется? Вы скажите, чем... Планковская длина времени, она просто по формуле выражается через фундаментальные константы. Это планковскую постоянную, каратационную постоянную и скорость света. У нее формула... вот это записать. Что означает минимальное время? Меньше не бывает? Да. Что означает? Ну, в общем-то, так. То есть, как бы, мы это точно узнать не можем, потому что мы наблюдаем значительно большее время. Но, предполагается, так. по-моему, надо по размерности проверить примерно, какая-нибудь... Это длина плановская постоянная. Ой, длина, она приняла. Машляет. Градиционная постоянная, плановская постоянная и скорость света. Вот, комбинируйте постоянно, чтобы она по размеру не совпала, но мы можем получить эту величину. Очень интересный самый способ. Но, не в этом дело. Это величина по порядку... Вы знаете, что давайте в следующий раз вы сейчас говорите так в общем, а в следующий раз вы, может быть, нам объясните, как вот такие величины получаются. Да, откуда они были. Хотя бы так. Популяция. Так вот. Конечно, это слишком мало. Можно взять реальный пример. Вот я упоминал прям-то секунды у нас. Прям-то секунды. Давайте посмотрим. Срезаем. Это минус 15-я степень времени в секунду. Соответственно, за это время свет с такой же скоростью пройдет расстояние меньше толщины волос. Вы можете себе это представить? Семь раз в одну темлю и преодолеть вот такое маленькое-маленькое расстояние в микронах. Это действительно колоссальное различие. В то же время мы можем, соответственно, говорить о возрасте Вселенной. Это все-таки тоже немаленькая величина. Это миллиарды лет. И, соответственно, даже не знаю, какие бы расстояния к этому подобрать в соответствии. Это вот размеры Вселенной. Вообще нет. Значит, это первая часть. Дальше я уже перехожу в астрофизики. Как мы видим, космос представляет собой вещь, что достаточно неподвижная, маломеняющаяся. Это такое, в общем-то, устоящее всем мнение, но на самом деле оно не совсем верно. Да, действительно, у нас звезды формируются очень долго. У нас есть, допустим, вот, молекулярное облако. Оно сжимается ампроводационными силами. И вот с того момента, как оно начало сжиматься, до появления звезды, сведящееся, которое мы увидим, свечение, пройдет где-то, ну, сто тысяч лет, примерно. В общем-то, не так много. Но в то же время нам понадобится целых, куда-то сказать, целых десять миллионов лет, чтобы вот это вот облако, оно упало целиком на звезды. Потому что там все-таки есть обычное вращение, которое этому сильно препятствует. И вот до образования звезды у нас уже десятки миллионов лет проходит. Когда они, ну, те, кто знает астрофизику, выходят на главную пословицу. есть революция звезд, можете почитать там. Ну, значит, вы, главное, пишите, такие шкалы, шкалы. Я вот до сих пор не помню. Это мальфон звезды звезды. Тысяч лет. Это у нас. рождение звезды. Нет, не рождение звезды, это когда только мы начинаем видеть светящийся шар. Это еще не звезда, это портусы, не знаю. И в то же время там, ну, десятки миллионов лет это уже звезды. В то же время мы знаем, что сон достаточно давно светит и осталось ему по расчетам примерно 6 миллиардов лет. То есть возраст уже хороший, ну, примерно там около 7 миллиардов лет. И еще вот 6 миллиардов лет осталось. Это вообще огромный срок. За наше маленькое время существования мы даже не можем увидеть изменения. Мы привыкли, что космос такой неподвижный. На самом деле есть объекты и как бы процессы, происходящие с ними, которые, в общем-то, являются достаточно быстрыми. То есть скажем, тоже, опять же, интересно очень смоделировать не получается, потому что масштабы времени слишком большие теопозоны. Вот, например, есть идут в звезде термолядерные реакции. Скажем, есть реакции, вот есть два вида реакции, протон-протон и цено-цикл. Вот, скажем, например, есть из цено-цикла, ну, гуглерод, азот, кислород. Реакция, которая из азота-14 в кислород-15, она в среднем, во всем объеме звезды, проходит в 10-8 лет, то есть сотни миллионов лет. Это много. И в то же время есть реакция в этом же цикле, которая из кислорода-15, переходит в азот-15, вся эта реакция суммарно длится 82 секунды. Во всем всем. Да, во всей звезде. Вот такие вот большие различия возникают. Вот, 82 секунды в этом очень даже можно наблюдать. Ну, как бы оно, соответственно, неравномерно все эти прям раз в 82 секунды происходит. Оно, конечно, редко происходит, вот так, но суммарное время всего лишь такое. И, скажем, другие объекты, которых мы можем наблюдать, прям изменения будут наблюдать, это планеты, вот, самый яркий пример в Солнечной системе, это спутник Юпитера Ио. Он состоит в основном из диоксира серы, 90%, и там очень бурная ваканическая деятельность. То есть, если мы прилетим, не знаю, посмотрим на этот спутник, потом прилетим через несколько лет, его просто не узнаем, потому что там очень все бурно происходит. Вообще, спутники Юпитера и Сатурна, они в основном не очень-то такие массивные тела, у них часто происходят изменения. Вот, там, вулканы, выбросы вот этих льдов, там, прямо в космос из спутника преодолевая выше второй космической скорости. То есть, мы на самом деле можем наблюдать эти изменения, в то же время есть лёд, это ссорооза. А тут сохраняется общая масса этих сохранений, несмотря на вот эти вот там конец, часть вещества ходит в пользу. Ну да, вот я просто, к чему это? Все-таки мы хотим как-то понять какие-то общие вещи, что есть переходные процессы, да, есть процессы, которые проходят очень быстро, а есть, которые длятся вот миллиардами. Да, то есть, но тем не менее, если это сохраняется какое-то состояние, это означает, что эти процессы, они происходят, может быть, что-то туда придегает и что-то утихает, но баланс вот этих скоростей, он сохраняет, раз какой-то процесс мельного и вот действительно в этом плане вот мультимасштабность она очень важна, потому что невозможно вот используя такие доли времени рассчитать что-то даже вот такого масштаба. Не хватает мощности. А вот говорить о таких вещах это вообще нужно подбирать масштаб времени, а не всегда это подается. Хорошо, давать вопросов. Любовь это такое мальчинное. Давайте, давайте, надо вопросов надо человеку. Можно ли как-то ускорить такой процесс? Это к язем и физикам вопрос. Ускорит процесс и нацутствие или что хотите? вы хотите? В оценке сан-то Глуба независит от температуры не ускоряется? Не знаю, может быть зависит. а это уже чем-то там? Не знаю, вовче что-то не знаю. Ну, ты говорил, проверял, допустим, маленькие, одну секунду, одна секунда время чего, взаимодействия, частицы, или... Ну, ты говорил, ладно, проходит свет, ну... Просто секунду мы можем легко представить себе. Правильно? Есть ничего отталкиваться? Ну, есть разные виды модели, допустим, можем точно описывать, на каждую частичку, можем мы все равно сможем смоделировать в большие промежутки времени, в зависимости от того, как модель мы ставим. И с какой точностью хотим это сделать? Нет, точнее, не точно. Мы, как какой результат хотим получить. Точность? Ну, я знаю, допустим, русалом моделирования, там, микротрубочек, сразовыми моделями, много, говоря, для разных результатов. Вот. Ну, в смысле, ты говоришь то, что... Ну, я просто не понял смысл. Ты говорил то, что мы не сможем смоделировать, допустим, русалом. Слог, так сказать, не получается смоделировать. Вот мы берем какой-то интервал времени, и по этому интервал времени хотим точно взять и рассчитать, что происходит. Не получается никак. Вот как бы... Солнце, цикл Солнца, он рассчитан, почему же? Как, что там происходит? Рассчитан, да. Ну, потому что там преобладают именно долгие процессы. Если бы там была прям вот постоянная смесь вот таких быстро происходящих и долгих происходящих процессов, это было бы куда сложнее. В этом и суть, что она есть у вас постоянно. У вас как бы на фоне процессов, которые идут медленно, есть процессы, которые идут быстро. Которые продукты одного процесса являются, собственно, исходными для другого. Просто у вас как бы баланс. Вот так. Так, еще... А кто-то у вас еще нужен? У ПП процессов в звезде есть какое-нибудь характерное объеме? Или оно тоже очень разное? У каких? Протон-протон. А потом про друг друга? Ну, ты хочешь, да? Тебе действительно спросить? Просто любопытно. Ты имеешь удаление в звезды, когда все происходят? И водород в геречке. Слияние в ядер? Нет. Ну, там диеты и прессии, по сути. Слияние. Образование из более тяжелых и более легких. Ну, по сути, он должен быть, ну да, очень быстрый процесс. Там большие энергии, то есть, ну, влияние поддерживается. Ну, вот, грубо говоря, ну... Нет. Слияние ядер, которые выросли, это очень маленькие времена. Ну, в никакой системе. Но они должны еще встретиться. Ну, вероятно, все встретятся. Да. 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 Вот он видал, что у нас есть взимодействие, который очень быстро. И в то же время, вот скажем, у нас, как бы, нужные компоненты реакции могут себя очень долго друг друга искать. В звезде. Например, так. Ну, вот это мы можем привести пример каких-нибудь реакций. Например, протон-протон взаимодействие. Там протонов, конечно, много. Поэтому речь не идет о том, что вы не понимаете. Большая тема. Да. Большая тема. Ну, где есть, говорится, что есть такие процессы. Я, например, не знаю. Пример. А вы, наверное, знаете, что действительно очень малая концентрация, и они должны еще встретиться. Что значит? Они должны еще встретиться. Маленькое сечение реакции. Да. Дипузионно, да. Дипузионно – это параллельная реакция. Когда они даже сначала встретятся, потом реакция может происходить больше. Да? Все объявляется. Ну, самый, не знаю, простой пример – это у нас вот есть гамма-распад. Когда вот у нас есть фотоны, они летят, они с хорошей скоростью летят, но они не могут взаимодействовать с веществом, потому что они настолько быстрые, так сказать, настолько энергетичные, что они просто пролетают насквозь. И взаимодействуют. Это не только. Это не только. Например, да. Но вот как бы обоснование. Нет, это не обоснование. Так, ладно. Еще есть вопросы? Нет вопросов? Хорошо. Спасибо. Так, кто у нас следующий? Настя. Давайте. Давайте. А потому что другие у нас еще про биологические процессы, а вот про лазер – это как раз. Я просто говорю, нет. Если бы ты про лазер. Я про лазер. Да, про лазер. Да, про лазер. Да, про лазер. Ну, нет. Ой. А что нужно? Перескикли. А тут нет редактора. А? Тут редактора не запишем. Нету вообще? Ну ладно, тогда вы бы меня просто простите. Я цыкевич, да извините. А остальные-то правильные или нет? Только лазер будет расслаб. Тоже неправильно? Я вам еще вот с прошлого занятия должен был еще вот задать. Сейчас записываю. Кто не знает, как шифровать слово у нас? Ну, из тех, кто не связывался. Тут даже написано. Да, да. Вот. Light amplification by civilization and creation. То есть ключевое с помощью есть именно amplification. Ключевым, ну, лазер, он состоит из нескольких частей, но ключевой центральный момент из них занимает именно процесс усиления излучения. Когда свет распространяется в обычной среде, он, как правило, запыхает. Когда он распространяется в среде так называемый активный, он, наоборот, усиливается. самая простая модель вообще существует. Можно предложить для объяснения этого феномена две модели. Самая простая модель – это модель Эйнштейна. И, соответственно, из нее следует так называемые кинетические уравнения. И вторая модель – это модель блока, которая более сложная, но из которой модель Эйнштейна получается путем, ну, можно сказать, редукции. Потому что некоторый процесс протекает настолько быстро, что в каждый момент времени он успевает подстроиться. То есть есть иерархия племен. Как звучит модель Эйнштейна? Есть два энергетических уровня. Нижний уровень как-то заселен. И верхний уровень как-то тоже заселен. Как мы знаем из термодинамики, в равновесном состоянии нижний уровень заселен в большей степени. И чем большее расстояние будет для этого уровня, тем сильнее заселен первый уровень. Ну, вообще говоря, мы живем с вами в нервонавесном мире. И, в принципе, заселенность обеих уровней, обозначим как Н1, другую, как Н2, можно менять. И когда происходит воздействие излучения определенной частоты, то электроны начинают перескакивать с верхнего уровня на нижний и с нижнего уровня наверх. Вот. И можно записать определенное уровень. Мы сейчас не учитка спонтанное излучение. Мы считаем, ну, потому что оно происходит на достаточно больших временах. И при достаточно интенсивном излучении мы с вами учитываем только так называемые вынужденные переходы стимулирующие. Вот. Ну, тут с определенных коэффициентов. Н1 пропорционально интенсивности и населенности. Вот. Н2, ну, не со знаком минус, потому что излучение стимулирует уход с этого состояния на нижний и уход с нижнего состояния наверх. И на Н2. То есть в модели Эйнштейна полагается, что есть некоторая интенсивность. И чем больше интенсивность, тем быстрее электроны перескакивают с верхнего состояния на нижний и с нижнего состояния наверх. И далее возможны два принципиально разных случая. Если в случае равновесный нижний уровень заселен больше, то электроны перескакивают с нижнего уровня на верхний и забирают энергию излучения. Излучение запухает. Во втором случае, когда электронов много, а здесь наоборот мало, то по действиям излучения электроны перескакивают с верхнего уровня на нижний и наоборот усиливают излучение. То есть такая простая модель, и она, кстати говоря, чаще всего используется для ремоделирования работы лазеров. В чем ее главный недостаток? В том, что она работает с интенсивностью. Интенсивность — это устремленный параметр. Как мы знаем, видимое излучение имеет время порядка 10-15 ст. секунд, или называемой гентосекундой. Оно колеблется, то есть поле колеблется, но мы воспринимаем... Интенсивность — это не само поле, это квадрат поля, усредненный за достаточно длинный промежуток ремии. Чаще всего мы работаем либо с медленно меняющейся амплитудой, но это выходит немного за рамки этого доклада. И при этом, когда мы усредняем, мы теряем всю информацию о фазе. То есть, что такое фаза? Вот, есть колеблющиеся поля. Есть атом, который также... Который же, как называемый, дипольный момент, который также колеблется и также изменяется с определенной характерной частотой. Ну, к слову, эта частота равняется расстоянию 1, делить на постоянную планку. Вот. И нам нужно, чтобы фазы колебаний отдельных диполий, каждый атом возрущенный нужно, представить себе виде диполия, момент которого изменяется с течением времени. Да, изменяется направление. Если они будут колебаться в противофазе, они будут мешать друг другу. Если они будут колебаться в профазе, они будут способствовать росту друг другу. И поэтому необходимо создать такую модель, которая бы учила влияние фаза. И модель, которая бы исследовала скантовая механика. Потому что лазер — это квантомеханический. Потому что лазер построен главным образом, принципиально, на принципах квантовой механики. Снова описываем эту двухуровневую систему, но в данной ситуации мы работаем в некоторых скантомеханических соотношениях. Когда, ну, возможно, многие из вас знают, ну, те, кто физикой точно знают, те, кто не знал, как с физикой, что в квантовой механике, в отличие от классической частицы, а именно диполий, может находиться одновременно в суперпозиции двухквантовых состояний. Ну, интуитивно это чаще всего, там... Ну, на первый взгляд, это, казалось бы, можно представить себе, что вот первое состоит, вот второе атом находится где-то посередине, но это не так. Потому что этот обсмотрение, опять-таки, не учитывает фаза. Поэтому чаще всего рисуют сферу, которая называется сферой двух. У нее есть южный полюс и северный полюс. Пока мы в южном полюсе, мы не возбуждены. Когда мы в северном полюсе, сегодня мы полностью возбуждены, мы полностью находимся в возбужденном состоянии. Когда мы находимся где-то посередине, тут центр, соответственно, да, и составляющие. Ну, есть эти кардинаты. Когда мы находимся где-то посередине, мы находимся в суперпозиции двухквантового состояния. Вертикальная кардината в полюсе. 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 — Все непонятно еще. Я не знаю. — Непонятно. — Понятно? — Ну, те, кто в физике непонятно, а те, кто не в физике, может, те непонятно. — Ну, надо задавать вопрос. — Ну, в общем, самое главное, что есть, что когда меняется депорт, он как бы путешествует по сфере Бога. Более того, это путешествие можно изобразить в качестве таких... — Ну, вот фазовое пространство с вами рисовали, а это было по маленькому, которое позволяет тоже состояние системы характеризовать точкой на этой сфере, да? — Ну да. Ну, то есть понятно, что тоже такой своеобразный сферический пуль вакууме, потому что мы учимом только два уровня, а всего атомов их бесконечно много уже быть. Ну, так действительно оно и есть. Потому что есть еще и дискретный уровень, и есть внутриродный уровень. Вот. Но данная модель, она, на удивление, хорошо в ряде случаев описывает наблюдаемые явления. И теперь, собственно, математика... — Вы только не замучите математики, да? — Она здесь не очень сложная, просто система уравнений. — Что это такое? — Я сейчас проясню. Это координаты вектора на сфере. — То есть понятно, что сумма квадратов этих координатов равно... — Так, у и в это... — У и в, соответственно... — Ну, я сейчас опять напишу. — Вот. Это система и структура уравнений. — У — это координаты х. У и в — это поперечные координаты. Они, соответственно, и плоскость, и параллельные квадраты. В — это, соответственно, координаты вертикальные. Она полностью характеризует разность населенности. — То есть... — Нулевой вот такой, да? — Да. — Третий, так? — У — и в — хранят в себе информацию о фазе, где она находится в данный момент. — Вот. — И к этому... — Это уравнение, которое получается из квантовой теории. — Но к этому ещё необходимо добавить релаксавших. — Ну... — Значит... — Тот же член сюда добавляем. — А здесь... — Мы должны добавить... — ... — То есть у этого и у этого одно и то же время релаксации. — Который называется поперечный. — Вообще, что характеризует это? — Это не состояние отдельного атома. — Это усреднённые величины. — То есть это состояние, когда у нас гипой не один, а их очень много. — И сегодня они создают какой-то на масштабный уровень. — Какой-то вот масштабный дипольный объект. — По масштабам больше, чем на атоме. — И... — Т2 характеризует... — То есть этот дипольный момент, пакроскопически, коллегается с определённой фазой. — У него есть какая-то фаза. — Но поскольку он формируется отдельными атомами, — то отдельная атома не складывается друг с другом. — Происходит дефазировка. — Фаза нарушается. — И этот процесс происходит... — Это где-то минус 10-12, — 10-12 в степени секунды. — Вот. — То есть каждый отдельный атом по отдельности — продолжает колебаться со своей фазой. — Которая постоянно сбивается, — постоянно модулируется, — и продолжает бродить по сфере головы. — Вот. — Но полная релаксация. — То есть возвращение в основное невозбуждённое состояние, — ну, на самом-то деле оно чуть повыше, — потому что всегда есть какие-то типовые флуктуации. — Вот. — То есть возвращение в основное состояние — занимает, как правило, больше времени. — Вот это время, оно зависит от времени жизни — вот этого конкретного энергетического уровня. — То есть вот если вы говорите о масштабах времени, — то какие процессы вы считаете? — Быстрые? — Ну, быстрые — это процессы с столкновением, которые приводят к обмену энергиями. — Для отдельных атомов. — Да, для отдельных атомов. — Которые приводят к обмену энергиями. — Более медленные процессы. — Это процесс релаксации каждого отдельного атома. — И мы, считая, что Т2 много меньше, чем Т1, — мы просто вот эти управнения, вот эти вот, мы занавляем, и подставляем значение, ну, то есть решаем эту систему, алгебрическое управнение мы поставляем ее сюда. — И что было? — И получаем, что Омега, получаем достаточно простые управнения для Омега, ну, я точно формулу, я не записать не буду, я важен самосудом, что тут она была пропорциональна у Омега. Но это, на самом-то деле, это медленно меняющаяся амплитуда все-таки. Мы считаем поле стационарным. То есть тут она была пропорциональна Е, а тут она пропорциональна Е квадрата. Е квадрат, который, в свою очередь, пропорциональна интенсивности. — А Е — напряженность поля, да? — Да, это напряженность поля, которое в данном случае развивается постоянно. То есть что мы получили? Мы из более сложной модели блока, которая, мы, положив время релаксации достаточно мало, мы отказались на двух управнений. И получили, точнее, продемонстрировали, что из этого можно получить достаточно, ну, как бы, она не только вовремя... — А в рамках лазера — это величина. Что тут теребует из этого? — Е квадрата — это будет как раз антикл. — Е квадрата — это антикл. — Е квадрата — это антикл при изучении. — Да, но пропорционально будет. — Да, пропорционально. — Итак, а какие характеристики лазера при этом? — Вы можете вручить. Что тут? — Ну, сечение усиления. То есть у нас есть цвет, который распространяется с виде. И цвет экспоненциально... — Где вот это... Вот вы правильно сказали, что главное здесь форму amplification. Где вот это усиление видно из-за этих формулы или вообще из вашего рассмотрения? — Если мы возьмем саму по себе формулу... Эйнштейна, ну, я обсматривал тут модель, связанную с изменением состояния листья. Я говорю, что это вышло, что это выходит за пределы, потому что тут надо брать уравнение Макселла, — Нет, ну вот просто на пальцах. Вот у вас же получается, что это профессиональный квадрат. — Где усиление? — Где усиление? — Усиление... — Усиление... — Сигма... — Дэйта-н... — Множих на среду. То есть, как минус — это обычная стреляция. — То есть, в обычной среде если минус, то тогда интенсивность падает. — Падает. — А вот лазер, он наоборот. — Экспоненциально отрастает. Тут хотелось бы еще одно маленькое уточнение сделать, потому что экспоненциального усиления натурального расконечности быть не может. Поэтому нам необходимо учитывать нелинейность, нелинейные процессы, связанные как раз таки с тем, чем не обличали при небе. То есть, с релаксацией. И эта релаксация, она именно продумана. То есть, вот этот процесс происходит, акма релаксирует, возвращается в основное состояние, невозбужденное. И из-за этого, ну, и это обеспечивает нам необходимое ограничение на работу. — Ну, расконечности, конечно. — Угу. — Кто тут еще у нас физики добавить? Хотите, чтобы мы пролазили? Что в нем основное? Откуда берутся вот эти замечательные свойства усиления? Коротко так сказать, на такой смысл. — Откуда берется усиление? — Да. — Ну, потому что, ну, как я с самого начала говорила, электрон перескакивает сверху боку уровня на нижний, измещается фотон. И этот фотон, он синфазен. Он полностью, он попадает в фазу того излучения, которое вынудило этому перескоку, этому переходу произойти. Модель Эйнштейна, она просто постулирует то, что этот переход происходит. Она ничего не будет писать. Чтобы учесть фазу, мы должны честно расписать суть уравнения Лока, честно решить уравнение Максвелла и получить, что да, действительно, усиление происходит с инфазмом. — Значит, за счет какой энергии происходит усиление? У вас правда это излучение? Ну, да. Вот я говорю, потому что есть какой-то вынешенный источник на качестве, который перебрасывает атомы снова на верхний, ну, через уже огороды и через другие электронные огороды. И там есть, соответственно, определенные… — А там же пластинки стоят в базе рабочих? — Да. — Пластинки, окружающие стоят? Или среда специально не определяет? — Ну, я с самого начала обозначил, что центральный уровень занимает именно… Ну, это следующий уровень модели. Центральный уровень занимает именно явление усиления света. И я, собственно, объяснил, как свет усиливается. То, что пластинки стоят, это уже резонаток, это уже с русского резоната, а не самоактивные среды. Я объясню то, как работает активная среда. — А какому на лёжевые сгибы не нужно? В моем поле ты изучил? В смысле, а в чем прикол? Ну, изучил, а как вы выделили такое состояние коллегирации? — Ну, я говорю, это опять-таки не имеет отношения к самому явлению усиления. То есть мы уже как бы заранее предлагаем, что у нас есть среда с завершенной заселённостью, то как достигается завершенная заселённость — это обширная, но отдельная тема. — Обширная? — Ну хорошо. — То есть это может достигаться электронным ударом, там, соответственно, какой-то накачкой светового нехакеринга. — Ну хорошо. Значит, вот серия неизлучения происходит и иерархия времён. Но всё-таки иерархия времён хотим ещё раз поставить, пожалуйста. — Да. — Коллегония в ладу 10 в минус 15 степени. Это одно коллегония электромагнитного ладу. 10 в минус 11, 10 в минус 12 степени — это, называемая, поперечная эзотация, когда атомы складываются друг с другом и крупномасштабы. То есть сейчас и, ну, как сказать, масштабы. Макроскопический момент обнуляется. Хотя каждый атом сам по себе продолжает быть диполен. Просто их в фазах случайно могут останавливаться, что суммарно дипольный момент макроскопический корнеется нулю. Это, так называемая, поперечная эзотация. Вот. И, наконец, 10 в минус 12 в минус 12 в минус 9. Это, так называемая, поперечная эзотация. То есть тот момент, когда уже каждый отдельный атом уже там всё распозировалось, и уже каждый отдельный атом наконец-таки возвращается в основное состояние, равновесное состояние. Вот. И именно вот благодаря тому, что продольная эзотация, она во многих случаях, наверное, не во всех есть какие-то специальные исключения, что она во многих случаях превышает этими поперечными эзотациями, мы можем от уравнений лоха перейти к гораздо более простым уравнениям, которые показывают физику лазго. Вот. Уравнением гейншей. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо. Конечно, в порядке ваш немножко доклада может быть слишком сложный. Ну, кому-нибудь выяснили. Не то, чтобы он слишком сложный. Но вы какие-то сложные вещи говорили, а потом хотелось бы какой-то простой бумаж такой о пальцах. Но это не так просто всё сделать, на самом деле. Это очень сложно, но это очень сложно. Ну, как бы… Да. Но во всяком случае, мне кажется, что, в общем, вы рассказали хорошо, спасибо. А я, как бы, не запутал. Ну, вот вопросы, конечно… Ведь, не знаю, вы запутали кого-нибудь или нет? Я не знаю. Ладно. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Давай, пожалуйста. Что значит, коэффициенты в правой части системы? Ну, коэффициент. Ну, коэффициент. Дельта – это расстройка, то есть только… Вот есть, собственно, фаза, с которой коллеклится отдельный депорт. То есть отдельный атом. Это то, что дельта – это постоянный план. Ну, то есть, грубо говоря, электрон перескакивает с верхнего уровня на ней, и он испускает квант с данной частотой. А есть та частота, с которой коллеклится возбуждающее поле. Потому что оно коллеклится какой-то частотой, которое вообще во время не равно. Не обязано считать их коллеклами отдельного атома. А это… Коми-минус. Коми-минус. То есть это разница между этими числами. То есть они близки, но все-таки разница эта существует и ее необходимо учитывать. Это, соответственно, взаимодействие с полем. То есть поле, оно линейно… То есть это все-таки линейная модель. Оно линейно атомом заставляет его хлебаться. То есть я записал выражение, чтобы просто показать суть, что от этого можно прийти по сравнению Эйнштейна. Так вот, в смысле физически вот W-2 это что? W-2 это разница на серебрости. Ну, я говорю, что у E-V это фаза. То есть вот так, когда мы ходим по сфере альблока, мы изменяем фазу. Ну, а когда мы ходим с южного полюса на северный, мы постепенно становимся все более и более возбужденными и в конце концов приходим в чисто возбужденное состояние. То есть в невозбужденном и невозбужденном никакой фазы нет. В фазе воздействия только фаза. Вы понимаете, что и вертикальность? Да. У W-2 это вертикальность. Ну, не W, а на опционально разница населенности. То есть той самой, которую будем учитывать. Ну что, хватит, наверное, лазера, да? Давайте, а то... Давай. Интересно, что лазер поможет мне? Да, да, пожалуйста. Да, ваше посомнение? Тоже не нравится. Рабуль, склят. Да. Да, да, да. Да. Что-то вон был очень, да. Что-то, вроде. человеком собирались сделать одну работу, то мы разделили обязанности, и он рассказывал про лазеры, а я рассказывала про их непосредственное применение, в числе тем, с чем я сейчас буду заниматься. И, кстати, я вам расскажу про характерные примена, которые используются в госпитероскопии конденсационного рассеяния. Немного о предыстории. В 1928 году в Банбургам, Магиштау, а также Равенам было открыто имение конденсационного рассеяния. Поскольку первая группа — это СССР, а вторая группа — это Индия, так получилось, что за рубежом рассеяние называют рамонским, а у нас его называют конденсационным. То есть это если вдруг вы будете когда-нибудь искать литературу. Итак, что же это вообще такое? Сделаем некоторое напряжение. Пусть у нас оптические свойства изменяются по гармоническому закону. В таком случае, и амбитура у нас будет меняться об гармоническому закону. Запишем уравнение. Отберусь электрического ухоя рассеянного света. Здесь мы явно видим. Видите, там валютная паска, конечно, здесь. Вот, по телу. А мы можем делать только на стрелочках. А, давайте стрелочкой, да. Смотрите. Вот эта большая омега — это собственные частоты, которые возникают в молекулы. Омега маленькая — это частота лазерного излучения. В результате ясно видно, что если мы эту скобку раскроем, у нас получится член с частотой омега, член с частотой омега минус омега большое, и член с частотой омега плюс омега большое. На этом основанное время кондиционного рассеяния. То есть группа ученых зарегистрировала частоту лазера и две сетевит. В результате с помощью метода кондиционного рассеяния мы можем регистрировать собственные частоты молекулы. В своей работе я это делаю непосредственно для белков. Смотрим далее. Лазер кондиционного рассеяния. Характерные времена. Время жизни верхних и нижних слоев. Это то, что было в лазере написано здесь. Для разных лазеров разные времена. Я здесь привела для романного лазера, чтобы был привязан на виден порядок. Время жизни виртуальных уровней. Это 10 минус 13 секунды. Что такое виртуальный уровень? Итак, то объяснение, которое я давала до этого, это классическое объяснение явления кондиционного рассеяния. Оно хорошо показывает на пальцах, однако на деле это явление квантовое. И поэтому, дабы сейчас вам это описать, я просто покажу отдельно. Здесь вот, в файле. Сейчас на картинку, как вся эта вещь выглядит вот. Для рассмотрения с квантовой точки зрения. Виртуальное состояние, это вот эти. Да, вот, значит, сначала объясните. Покажите, вот внизу у вас как раз вот эти вот. Внизу. Собственные. Да. Просто там другие обозначения. Ну, именно другие обозначения. Дело не в том, что вот у нас стоксовая компонента, то есть омега лазеры минус омега собственные. И вот здесь вот антистокс, да. В середине. В середине релеевской рассеяния. Немного не рассматриваем, у меня она очень влюблена будет в работе. Вот. С квантовой точки зрения у нас происходит возбуждение квантового света молекулы, и она переходит, в результате, из одного колебательного уровня энергии, в какой-то другой. Вот то, куда она переходит, и куда она обратно потом... То есть поглощение, между поглощением и рассеянием происходит некоторое время. И вот это вот время, в течение которого молекулы находятся на некотором энергетическом уровне, и будет называться временем в виртуальном состоянии. Это то, которое у нас было здесь. Дальше. При взаимодействии с веществом, лазера, всегда возникает явление реминесценции. То есть это явление, при котором после прекращения действия лазера некоторое время происходит свечение объекта. Леминесценция делится на флюорисценцию, фосфорисценцию. Главное отличие – это во времена. Флюорисценция – это короткие времена, в порядок, как здесь показано. Фосфорисценция может возникать даже до одной секунды. Ну и непосредственно к лазеру мы можем заменять ширину и пульс. Это вот диапазоны, которые нам позволяют. Теперь посмотрим, что же у нас представляет из себя колебание. Вот здесь представлена некая связь в белке, и вот пример колебаний. В зависимости от того, как относительно друга будут колебаться две молекулы, мы на выходе получим разные собственные частоты. И именно их мы будем регистрировать спектр комбинационного рассеяния. Я могу его на некоторое время оставить, если бы. Да, конечно. Вот. То есть здесь вот… Ну, они по-разному называются, и более того, для каждого такого колебания, они давно-давно изучены, есть называемые таблицы, где мы можем посмотреть характерную частоту того или иного взаимодействия. Что нам дает спектр комбинационного рассеяния? С помощью него мы можем рассматривать, как для белка меняется его конформация. То есть, по тому, как у нас будут сдвигаться эти частоты в спектре. Ну, на самом деле, в спектре очень, чтобы вы понимали, важно, у меня вот этот вот саппрок будет выглядеть, ну, вот так, под какими-то определенными пиками. Вот. Здесь будет частота, здесь будет интенсивность. Ну, вот. В зависимости от того, как у нас эти характерные пикки изменяются при каких-либо взаимодействиях с действием над белком, например, в тепловоде натурации или изменении ПАЖ окружающей среды, у нас будет меняться большинал, может меняться интенсивность, может она вообще сдвигаться. И на этих основаниях делать те или иные выводы, как изменилась структура. Я все в таких примерах переписну. Вот пример таких таблиц. То есть, вот мы видим, что важно отметить, для спектра комбинационного рассеяния частота измеряется в сантиметрах минус первых, поэтому я не стала делать кочунственные вещи, не стала переводить это во время, а оставила характерные вещи в характерных единицах измерениях. Вот здесь вот представлено, непосредственно, какие это частоты и где они находятся. Это так, для общего развития, скажем так. И объяснение, за что они ответственны. Здесь, конечно, все равно ничего не надо. Ну, здесь ничего не надо, но, в общем, ты понял, что это табличная льда. Теперь, в общем виде, частоты молекулярных колебаний лежат в этом промежутке, и, соответственно, время лежит вот в этом промежутке. Теперь, непосредственно, к делу. Как я уже говорила, с помощью него можно измерять процесс тепловой динатурации. Никакого характерного времени для этого процесса нет, потому что при разных температурах, при разной длительности, например, при разных pH, у нас по-разному будет, и при разных белках, у нас по-разному он будет себя вести, по-разному будет динатурировать. Однако, в общем виде, мы видим в данном случае, что время, за которое происходит динатурация, идёт на часы. То есть, если до этого момента, то, что мы мерили, да, на десяти минут. Вы чисто характеризуется динатурация? Как Вы отличаете уже динатурирую? А, ну, как я уже говорила, что сначала снимается спектр объекта, когда над ним ничего не делается. Он выглядит как-то по одному. Тут важно знать, какие связи у Вас будут меняться при тепловой динатурации, какие связи не будут. Зачем, казалось бы? А здесь есть одна хитрость. Вот Вы, допустим, получили при другой температуре какой-нибудь вот такой вот спектр. Какой Вам будет из этого сделать? Ну, самое первое, что приходит в голову, что здесь у нас как-то изменилась связь, и вот, пожалуйста. Но это, может быть, не так. Потому что, кто Вам сказал, что именно эта связь изменилась, а не изменились для вот этих. В результате первое, к чему приходят ученые, это к тому, что нужно знать, на что нормировать институт инспектор. После нормировки мы получили некоторые, ну, допустим, те же самые. Мы видим, что изменилась у нас интенсивность. Это говорит о разрушении структур. Или, если оно там как-то сдвинулось, об изменении их в пространственной точке зрения относительно других структур. И тому подобные вещи. Это и есть непосредственно наука, как по тем или иным данным мы можем сказать, ну или иную вещь. Ну и дальше, в общем-то, все это рассматривается. Рассматривается спектр, ну, спектр координационного рассеяния при различных температурах. Они накладываются друг на друга и смотрят изменения, которые произошли. Ну, какой-нибудь пример вы можете привести? Вот, как меняется спектр? Да, при том же самом нагревании и когда ясно, что... Я могу вам просто... На этом компьютере есть, а на этом компьютере, по-моему, нет. Вести вы не будете? Да нет. Да нет, абсолютно не будет. Нет, вот сейчас. Это была вообще самая вещь. Я просто покажу. То есть, какие все-таки выводы можно сделать из этих? Значит, там часы. Это вы имеете в виду, что часы – это время характерное изменение характера спектра или что? Часы – это я имею в виду время, характерное для необратимой денатурации. То есть, в конце концов, когда у нас активность спадет, это будет означать окончательную денатурацию для друга. А активность, что в этом активности бывает? Ну, под словом активность, в данном случае... Активность определяется каким-то другим методом? Да. Активность изменяется и не методом кондиционного развития. Вот. Она по-разному находится для разных вещей. Нет кондиционного развития, чтобы вы понимали, дает интенсивность, не активность. Это некоторая... Ну, в общем-то, как мне есть не ваша разница в этих понятиях. Да. Да. Активность. Активность чего? Это такое слово, из которого не очень понятно. Ну, ладно. Давайте, знаете что? Давайте, может быть, вы потом нам покажете. Давайте мы еще, а все-таки хотя бы один какой-то послушаем. Да. Активность. У нас еще, да? Спасибо за внимание. Я уже, видите, вместо вас туда. Да. Потому что, знаете что? Вот, Настя, что непонятно в вашем докладе. Вот вы рассказали, да, про методы кондиционного рассеяния. Да. Потому что в каких-то, скажем, биологическими выводе. Сопоставляется же этот метод с другими. Потому что, ну, в кондиционной рассеянии, что оно дает, то и дает. А вы говорите о том, что вы оцениваете активность там и так далее. Это же... Нет. Для интерпретации методов, интерпретации результатов. Для интерпретации результатов методов кондиционного рассеяния другие методы не нужны. В данном случае я привела в пример активность, чтобы просто понимали, уже отойдя от лазеров и от метода кондиционного рассеяния, просто понимали... Тогда вы должны четко объяснить, какую задачу вы решаете методом кондиционного рассеяния. Какую задачу? Да. Метод кондиционного рассеяния смотрится изменение информации белка. Вот какая проблема там решается. Ну, вот и как вы сопоставляете? Вот и надо тогда объяснить, раз вы об этом говорите. Тогда объясните, как вы сопоставляете изменение спектра кондиционного рассеяния с изменением подформации белка. Вот это надо тогда объяснить, как это сопоставляется. Ладно, давайте. Следующий у нас человек. Я сейчас пока это закрою. Кто у нас рассказывает следующий, а? Про пищеварительный трактор и про что? У нас еще два. Про пищеварение и про свертывание крови. Давайте свертывание. Со свертывания начнем, да? Вот где Александр? Александр. Извините. У меня все оказалось. Извините. Можно я переткну? Сейчас. Переткну. Да, да, переткните, пожалуйста. Сейчас я возьму. Так, Аннастасия Рангульская, Настя, да? Я Ци Кила. Но Максим правильно, хотя бы написано Александр, а там написано Владимир, значит я решу, извините, в чем, а здесь написано правильно, Александр. Перетащите окно. Какие вестики у вас добавляются? Капли слоя. Контестра немножко. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. В общем, ребята, смотрите, мы сегодня послушали с вами два пока доклада, да? Три даже. И что, мне кажется, важно, когда вы рассказываете о такой аудитории, которая является междисциплинарной, это не ваши коллеги, с которыми вы работаете, о кафедре, которые знают прекрасно все про кембинационное рассеяние или про лазеры или еще про что-то такое, то все-таки обязательно надо сделать какое-то введение и рассказать об этой системе, которую вы изучаете, какие вопросы вы собираетесь отвечать. Вот это вот очень важно, потому что иначе, непонятно, вы не бойтесь, что вы скажете что-то такое, что все знают, лучше вы скажете лишний раз это. Но зато люди потом будут понимать ход ваших дальше мыслей, а иначе, если они с самого начала не понимают, о чем речь идет, тогда это доклад совершенно в пустую. Ну вот расскажите. Вы старайтесь тоже ввести вот в эту проблему, сделайте ввод в проблему, а потом уже рассказать свертывание крови. Ну, добрый день, меня зовут Александр. Сегодня я хочу рассказать про свертывание крови. Вообще я занимаюсь моделированием свертывания крови. На данном слайде представлено. В чем заключается процесс свертывания крови, расскажите о том. Процесс свертывания крови – это процесс, состоящий из множества биохимических реакций сперминов. Вообще говоря, процесс свертывания крови, активация его, есть два пути. Первый путь разделяется на внешний и внутренний. Еще проще, из самого начала, скажите, почему кровь кровь вообще свертывается? Скажите, если у вас не свертывается кровь, то это очень плохо, мы бы долго не жили. Обратная тоже очень плохо. Что? Обратная тоже очень плохо. Обратная тоже очень плохо. Нужно, чтобы она свертывалась там, где нужно и… А где именно? Вместе борец. Ну, например, повреждение сосуда. И как раз таки спускаем всю эту систему о появлении такого тканевого фактора. То есть, которое присутствует во всех клерках, кроме клерков сосудистого эндотелия. Вы видите, вот уже такое выстройство, сказали эндотелия, которое для мыслов людей, скорее всего, не понятно. Внутри сосуда этого фермента нет на поверхности клеток сосуда, а на поверхности других он есть. Поэтому при попадании, при порезе мы повреждаем ткани и, соответственно, в кровь попадают ферменты с клеток не сосуда. И, соответственно, тканевый фактор, вот здесь обозначен ETF или ETF как угодно, он запускает систему свертывания. Дальше происходит образование всевозможных биохимических комплексов, которые уже приходят к следующему этапу, к росту сгустка фибринного. Но здесь… А фибрин – это как раз то, что у нас образует нас густок. Если мы рассматриваем плазму чистую, без форменных тел, без тромбоцитов, эритроцитов, ну, он будет образовываться, будешь так, фибринотином. Фибрин, он полимеризуется и образует сетку, как раз, которая закрывает нашу рану. Перед тем, как, на самом деле, система свертывания крови имеет довольно-то сложную систему саморегуляции. По путем ингибирования и путем положительных обратных средств или автокатализа. Путем ингибирования как раз происходит остановка свертывания крови, а путем положительных обратных связей происходит ускорение. То есть, если у нас сильное кровотечение, то нам нужно нарастить скорость выработки ферментов и таким образом ускорить полимеризацию фибрина, чтобы быстрее поставить заплатку на наш сосуд. А потом, да, правильно, давайте скажите еще раз. Значит, надо быстренько поставить заплатку на наш сосуд, но если это будет продолжаться процесс? Если будет продолжаться процесс, то тогда у нас будет образовываться тромб, и он просто перекроет сосуд. Но в этом случае у нас в крови есть ингибиторы, которые препятствуют этому. Ну, например, протеин Си, самый, довольно-таки известный, кстати, что самое примечательное, что он активируется тем ферментом, который он ингибирует. Ну, не то чтобы который он ингибирует, но, то есть, он активируется тромбином. А протеин Си внешне ингибирует, я не ошибаюсь, протромбиназу, который, соответственно, активирует его. То есть, он сам себя губит, можно сказать, в тромбин. Что-то довольно интересно. Ну, и дальше я немножко сделаю попроще. Ну, да. Рассматриваем небольшой кусочек этой схемы для того, чтобы построить простенькую модель. Ну, здесь у нас как раз есть ингибируемые, которые обозначены стрелочками зелеными. Здесь они желуденькие, у меня зеленые. И красными стрелочками обозначены как раз положительные обратные связи. То есть, мы здесь опускаем вот эту вот часть. Мы используем только вот этот кусочек. И пропускаем вот этот шаг с десятым фактором. Вот у них сегодня называются, в их науке все называется факторами, по-другому. Ни названия, ни вещества. Я не могу наговорить повершенствовать с них. Да. Нет. Ну, я просто говорю, что это какие-то химические, биохимические, скажем. Что это за ферменты? Ферменты. Ну, это какие-то ферменты. 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 Да. На самом деле известный биохимий всем. А, биохимия известная, она хорошо известная. Вот… А, георгийский. Сейчас он дерьмится, будет в рукация. Дед рабочий стул можно? Да. Спасибо. Да, poll evaluation. Спасибо большое. Спасибо. 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 Записали 7 уравнений. Нам нужно их упростить. Но дальше мы будем следующим упрощением. Нам нужно... Мы полагаем, что знаменатели у всех вот этих вот компонентов и включаем константы и включаем их, например, в К9 чертой. Мы их включаем вот в эти константы. Константы Михаилиса и в начальной концентрации факторов. Дальше мы вводим... А 82 это что означает? Где 82? Ну или 92. Это что означает? Вот эти вот цифры, вот эти вот... Это индексы, кто кого активирует. Да. Значит, 9, 2, да? То есть у вас переменные, это концентрация вот этих вот самых партнеров. А каких партнеров сколько? Это концентрация, это есть период, да? Да, да, это переменные. А параметры это вот их взаимодействие. Это генетические константы? Эти, да. Константы скорости этих реакций. Или если это уравнение Михаилиса и метром, мы с вами немножко говорим. Это генетические константы, если это уравнение... Что такое? Да. Вот. Мы подумаем просто... Посмотрите, можно показать... Знаете, давайте мы просто покажем, в какой же форме записывают скорости. Давайте вот немножко я вылезу сюда, потому что надо, чтобы такие вещи были понятны. Вот смотрите, человек написал модель. Он из чего исходил? Он исходил, во-первых, вообще вот эти вот все модели для взаимодействий. В биохимии, в всех этих науках, связанных там со свертываемостью крови, с тотосинтезом, который я вам показывала, с какими-то биохимическими реакциями, которые происходят в клетке. Они все записываются несколькими такими стандартными способами. Самый из них известный, это закон действующих масс. Считается, что скорость взаимодействия пропорциональна концентрациям реагентов. Если два вещества взаимодействуют, то скорость реакции пропорциональна концентрациям этих веществ. Вот видите, вот у него член. Вот эта вот реакция у него пропорциональна произведению. Вот как мы с вами эти самые взаимодействия в уравнении Хольтера или Лодки писали, вот так же они записаны. Здесь есть, существует еще член, вот, вот тоже такой же член, который представляет само произведение. То есть реакция пропорциональна произведению концентрации реагентов. Есть тут линейные члены, вот они, вот какой-то линейный член, вот линейный член. Это процессы типа диссоциации, типа оттока сферы реакции. А есть еще один тип, вот, вот эти вот, вот, когда вы сказали, Александр сказал, что это по типу Михаэлли Семента. Это такие, такая запись, когда считается, что скорость реакции, вот здесь вот какой-то субстрат, а вот эта вот скорость реакции, что эта скорость реакции, она согласна. При малых значениях концентрации, она пропорциональна, при малых значениях, вот это, там, немножко скорость реакции. А при больших, когда уже большая концентрация, она уже не зависит от концентрации. То есть здесь учитывается насыщение. Мы с вами форму логистической кривой учитывали насыщение, скорость и роста популяции. А можно вот в такой форме, в форме вот такой кривой. А что это такое, это кривая такая? Это кривая, это как раз, там, K какой-нибудь максимальный, S, ну вот так вот обычно, S плюс S, вот так вот записывается. Это кривая, что означает? При малых S, при малых S, когда S маленькая по сравнению с вот этим вот KS, у нас просто пропорционально. А когда S большое, гораздо больше, чем KS, вот эта константа, как она называется, константа Михаэлиса, S, M на того, на 5. Это не важно. Важно то, что вот эта вот формула, которая описывает кривуюсь насыщение. И для очень большого числа реакций, опять же, биологии, биохимии, разных вот таких, при описании разного типа такого процесса, очень часто это используется. Поэтому Александр сказал, что здесь мы, что в его модели большинство реакций, очень многие реакции описываются в форме Михаэля Семента. И вот что такое KS, что такое KS, вот эта вот константа, что она находится в середине? Во-первых, как вы думаете, она в каких, она в единицах измеряется? Если S это концентрация, то KS это тоже измеряется в единицах концентрации. Чему она соответствует? Ну, она соответствует как раз, да, как раз она соответствует такой концентрации, когда скорость равна половине максимальной. И вот это значение вот этой вот константы, которая называется константой Михаэля, а в некоторых других формах она там флорбоза называется. Ну, во всяком случае, суть ее в этом, и суть вообще вот всей этой записи заключается в том, чтобы описать насыщение какой-то концентрации. Я просто это все рассказала, чтобы было немножко понятно, что вот в этой большой системе записано. Ну, а уж детали это знают специалисты, как они там между собой взаимодействуют, что они делают в виде, некоторые с плюсом, значит, они активируют, а некоторые с минусом, значит, они наоборот уменьшают скорость изменения концентрации соответствующих. Так, ну, дальше здесь H, значит, ингибирование, на самом деле, ингибирование здесь очень грубо представлено в качестве линейной зависимости, оно ведет к... Ингибирование, значит, вот девятый фактор, это что такое, это есть A? Девятый, это, если без A, то это предан девятого фактора, 9A, это активированный фактор. То есть здесь H, значит, это ингибирование, ну, вот девятого фактора. Вот за это образование комплекса, и здесь, соответственно, диссоциация этого комплекса. На самом деле, у нас концентрация диссоциации примерно... А где этот комплекс, где он у нас стал на этой схеме? Этот комплекс у меня... Что это за комплекс? Почему такой важный? Что он делает? У нас... Девятого и восьмого фактора, в нашей модели он сразу активирует паратраммин, но у нас пропущен шаг, поэтому он активирует просто десятый паратраммин. То есть мы пропустили шаг и не надели. Ну вот, понимаете, сразу становится непонятно. Упускается логика вашего знания. Ну ладно, давайте, все. Значит, что? Вот можно сказать, какие уравнения у вас связаны с процессом свертывания, а какие, наоборот, ингибируют это свертывание? Ингибируют свертывание как раз вот члены с линуса. Да. Вот это вот это уменьшение концентрации бренков, вернее, то есть без буковки А. Дальше мы как раз приходим к упрощению. Мы полагаем, что концентрация тропина, то есть производная, рассчитаем, что тропин быстро и постоянная, поэтому мы можем применить редукцию по тихому и ввести вот такую вот для него замерку. Точно так же мы можем положить для Z, то есть для фермента. Мы полагаем, что его концентрацию можно заменить вот таким вот другим. А это связано, вот когда вы проводите упрощение, как вы его проводите? Из-за того, что там константы скоростей элементарных реакций сильно отличаются или из-за того, что там сильно отличаются концентрации? Вот тоже мы об этом уже говорили, к сожалению, но… Из-за того, что у нас получается, что у нас образуется, у нас практически сразу экипируется. То есть у вас получается с большой скоростью реакций. Да. Сами скорости. Хорошо. То есть мы полагаем, так, через функцию от переменных предков и восьмую классику основной и функцию вот этой вот Z. Ну хорошо, значит быть часть этих переменок вам удалось благодаря вот этим соотношениям свести к алгебраическим, да? Ну и тогда… И осталось сколько еще у нас? Осталось дифференциальное поравнение, у нас осталось пять шоу. Пять шоу. Ну это тоже много. И как раз я немного работаю над тем, чтобы упрощить, но если у меня упрощение получается, то у меня вообще здесь нет этого, то у меня система перестает быть автономной. Ну и тут вот немножко я хочу показать, какие временные рамки. Как раз полуконстанты. Да, вот это интересно. Мне надо знать. Например, самая большая константа – это константа интибирования второго как раз фактора. То есть тромбина, почему мы можем приобрести, почему мы можем такое сделать, потому что мы должны быть быстрее интибирование. Интибирование по девятому и восьмому факторам не такое высокое. И самое интересное, почему у нас происходит как раз, если мы будем смотреть по вот этому пути активирования, то есть если нервы, то если выкинуть здесь все комплексы. Почему комплексы как раз важны? У нас константы как раз теоретически будут неокомплексы, очень маленькие. Откуда вы берете генетические константы? Из каких-то литературных данных или вы гоняете, проводите идентификацию моделей? Скажем так, здесь… Подгоняете под экспериментальные кривые уже ваши модели или что? На самом деле есть и теоретически, то есть из литературы, и есть еще, на самом деле, с активацией тромбина, то есть тромбина, здесь был небольшой подгон, потому что мы сделали допущение в модели и поэтому нам пришлось ее подарить чуть-чуть. Ну и константная диссоциация, это 1 на 0, и еще как раз я хочу показать… Кремль. Кремль. Что у нас получается как раз если мы используем нашу редукцию, то есть непунктируемая – это нередуцированная модель, а пунктируемая – это редуцированная модель, получается. То есть мы близкая, но у нас все равно есть различия. А что такое вот здесь изображено? Концентрация тромбина? Да. Ну на самом деле здесь у нас система… Я решал все это в распределенной системе, то есть у нас присутствует диффузия, и у нас получается в некотором роде автоволновое решение. И у нас получается… То есть у вас не происходит распространение вот импульса, ну как бы импульса, да? Концентрация просто не плывет, а она у вас еще и колеблится. Она еще колеблится, она печка или разговаривается. А реально? Она колеблится? Реально. Ну во всяком случае у лаборатории там было наказано. А ну колеблится, да. Короче. У них там было наказано. Ну и на самом деле здесь тоже интересно, как происходит активация. А вот это другой режим, да? Нет, это просто немножко другие усилия. Здесь как раз у нас зависимость для девятого, то есть как у нас происходит активация. То есть мы дали небольшую ступеньку, у нас происходит нарастание концентрации. То есть как раз из-за автокатализа усиления выходит на некоторую постоянную максимальную концентрацию. А еще знаете, Александр, скажите, пожалуйста, какую задачу вы ставите, ну может быть не в вашей непосредственно сейчас модели, а вообще такая глобальная задача, для чего вы эту модель строите? Да. Для того, чтобы понять, как это все работает. На самом деле… Что значит понять, как это работает? Что вам об этом будет? Например, многие ингибиторы, не ингибиторы, а антикоргулянты, но как раз промоделировать можно свои действия антикоргулянтов. Теперь объясните, что такое антикоргулянты. Это искусственный препарат, который вводится для того, чтобы кровь не сверкнулась. Ну, например, после операции и впоследствии. Вот. То есть, а где они будут работать в вашей модели антикоргулянтов? Они как раз поменяют на какие-то константы ваши, да? Нет. Они не поменяют на константы, они поменяют другие ингибиторы, например, здесь. То есть антикоргулянты мы можем поменять скорее константы в едином. Песня Деваты. Или появится еще вот этот член для ингибиума трамплина. Так. Вопросы, пожалуйста. Да? У вас, ну, это инпрогресс, что называется, исследование, да? Это сейчас. Ну, тут немножко что-то вроде... Ну, потом. Может быть, мы потом вернемся, потому что сейчас еще, мне кажется, просто рано нам показывать эти все. Да? Да. Да, пожалуйста, вопрос. А в какой программе строятся графики? Может, нами... Концов. Концов. На самом деле, довольно-таки просто, и там, программирование кнопочками. А. Так. Еще вопросы есть? На самом деле, очень хорошо подходит для модельеров, поэтому... Так. Давайте, Саша. Наверное, мы на этом пока закончим. Может быть, мы еще потом вас послушаем в конце. У вас там, я вижу, такие интересные классовые портреты. Можно я их отдалю? Да, пожалуйста.